Степа аэробика, гимнастика для суставов и танцы. В центре дневного пребывания пожилых и инвалидов есть возможности, чтобы быть здоровым. Год назад в Барнауле запустили пилотный проект долговременного ухода. И уже сегодня полсотни пенсионеров ходят на физкультуру. У меня болит спина. Здесь кресло массажерное. Я приехала просто как бы поправить здоровье, что у меня хондроз на массаж. Пенсионерам, сами понимаете, денег нет, а здесь как бы бесплатно. Федеральный проект долговременного ухода – это система, которая дает возможность пенсионеру или инвалиду быть, а кому-то и стать самостоятельным. Для этого здесь открыли центр дневного пребывания, а еще школу, в которой учат ухаживать за тяжелобольными родственниками. Здесь же можно взять на прокат и оборудование для реабилитации. Горячие пирожки, можно сказать, разошлись. Ступеньки в ванной. Кресла, туалеты разошлись. Кровати мы закупили много-много функциональных. Они очень востребованы. Но, к сожалению, мы отмечаем тот факт, что в прокате они находятся недолго. Такая покупка обошлась в 4 миллиона. Но барнаульцы не заплатят ни копейки. В школе ухода занимаются дети, внуки, социальные работники. Кто-то приходит с вопросом, как поднять человека, кому-то показывают массаж от пролежней. Мы проходили обучение специальное, то есть получили сертификаты, как поменять памперс, потому что это тоже, то есть это не ребенок, это очень сложно. Этот проект всероссийского масштаба. Пилотную версию запустили еще в 23 регионах. Среди них соседи Кемеровской и Новосибирской области, а еще Приморский, Забайкальский и Камчатский край. Поэтому аэробика для пенсионеров в барнауле еще будет. В планах открыть несколько новых групп и запустить реабилитацию после инсульта и инфаркта, а еще ковида. Анастасия Наборщикова, день с толком.